здравствуйте с вами музыка мензурата и сегодня уже подходит концу один из наших мини циклов который посвящен музыке 14 века речь сегодня пойдет о музыке арсук тиллер когда 20 веке уже были открыты рукописи с произведениями в этом стиле музыковеды не могли долго поверить что вообще такая музыка существовала они сначала кто-то из них считал что это вообще розыгрыш что это просто какая-то игра потому что исполнить это невозможно так сложно ритмически прежде всего выглядели эти произведения потом музыковеды как-то смирились что этом возможно не игра но тогда начали считать что просто нотация это была игра как бы в нотацию и музыка просто что-то изображал например знаменитый вилли апель который считал который вообще считался одним из самых известных музыковедов специалистов по средневековой музыки его знаменитая работа по нотации средневековой музыки 42 года чрезвычайно вообще известный известная книга много раз переиздававшись вот в ней он писал что музыкальная нотация зашла так далеко в этот период и зашла далеко за свои природные границы служанки музыки и скорее стала сама хозяйкой целью как бы само по себе и такой арены музыкальных софизмов поэтому он назвал вообще музыку этого периода этот период манеризмом и манеризм в этом смысле был такой уничижительный немножко термин потому что возможно вслед за хьюзинг и помните осень средневековья и что как бы все уже уходит остается как бы некоторый манеризм игра вот получается софизмы музыкальные и нотация дошла до таких тонкостей что музыка просто что-то в ней изображает это было мнение вилли апеля и это уже середина двадцатого века и здесь мы можем также найти мнение например тамары ливановой которая писала можете найти в ее историю зарубежной музыки после машо у него не нашлось по-настоящему крупных продолжателей среди французских композиторов они многому научились на его пти полифониста освоили его технику продолжали культивировать те же жанры что и он но несколько измельчили перусложнив детали свое искусство изысканность музыкального письма машо зачастую переходил них взломанность утонченность выражение вжиманство то есть вот та же самая идея хьюзинги о том что вот осень средневековья и утонченность изломанность и так далее а само по себе вот есть великий машо дальше будет великие дюфа это тоже вообще характерно для учебников по истории музыки что есть какие-то гиганты между ними что-то такое вот равнина а потом снова и возрастает гиганты вот здесь между гигантом машо и гигантом дюфа и какая-то или дюфе как его сейчас принято называть и вот между машо и дюфе такая вот как бы равнина манеризма к счастью это мнение ну как бы не возобладало течение долгих десятилетий считалось таким главенствующим в музыковедении пока не пришла одна совершенно удивительная женщина мы даже не благодарны за переоткрытие этого жанра и собственно за сам термин арсубтилио то есть более тонкое искусство дело в том что сам термин субтилитас и вы наверное уже слышали на наших трансляциях несколько раз это собственно тот же самый термин употреблял папа иоанн 22 своей були о том что вот какие-то они в излишество пошли мне в субтилитас другие авторы от иоанна де мурис и наоборот стремились выразить вот эти вот субтилитас в музыке вообще для 14 века субтилитас то есть утонченности какие-то это одно из ну наверное важнейших музыкальных характеристик и поэтому она использовал термин который уже был применен а вот именно к этой музыке но сказала что это еще более тонкое искусство как бы наиболее тонкое искусство 14 века и этот термин прижился он действительно показывает вот тут наиболее тонкую музыку в ритмическом стиле в котором вот эти субтилитас 14 века выражена наиболее ярко и вообще сама история урсула гюнтер довольно интересно она закончила свою диссертацию по музыке второй половины 14 века в пятьдесят седьмом году и после этого она не могла получить есть такая термин абилитация то есть возможность преподавания в немецких университетах то есть как говорят профессор некоторые знаменитые профессор отказались просто работать с ней и она в течение пять лет проводила собственные исследования как бы без вообще без поддержки то есть вот пять лет свободного плавания которые в том числе закончились термином арсубтиллер расшифровкой которая была издана 65 году матета в того времени большом количеством работ посвященных как раз музыки арсубтиллер то есть вот эти вот пять лет исследований во многом открыли для нас вот эту музыку арсубтиллер пять лет исследований курсула гюнтер после этого она получила грант сначала немецкого научно-исследовательского общества потом стала работать в париже и наконец только 15 лет спустя когда она впервые его подошла с этой музыкой она получила право работать преподавать в университетах немецких стала преподавать в немецких университетах и потом она уже отошла от музыки арсубтиллер после работы в париже она стала одним из главных специалистов например по музыке джузеппе верди но мы благодарны прежде всего за работу ее ранних нескольких буквально около 10-15 лет она занималась музыкой арсубтиллер и как я просто повторюсь фактически открыла эту музыку для нас в чем же такая вот особенность и нотационные прежде всего этой музыки это действительно довольно сложно устроенная музыка если вы посмотрите с на картинке вы можете увидеть по ксимиле одного произведения и часть расшифровки современной нотации даже если вы не читаете нотации видите насколько сложно современной нотации это выглядит это выглядит чуть проще в нотации которые предназначена для этой музыки есть черные ноты есть красные ноты есть вот как вы видите прозрачные ноты красным фактически это обозначает как ритмически считать эту музыку то есть как вы помните во время иоанна демуриса во время арснова 14 века можно было делить но то не только на 2 как мы сейчас целая половинка четверть восьмая и так далее но и на 3 так вот вот эти вот деления дошли дошли до какого-то такого вот некоторого интересного края разные вариации этого деления и записывались этими нотами то есть помимо большого количества синкоп в музыке арсубтиллер голоса и исполнители которые исполняют эти голоса вокал и инструмент они просто считают по-разному кто-то на 4 кто-то на 3 поэтому создается такой вот просто что-то кружевно и очень похоже на готическую архитектуру 14 века давайте сейчас послушаем немножко два варианта исполнения он ли он сэй он ли он сай вот этой вот баллады ноты которые вы видите сначала инструментальный небольшой кусок в исполнении ансамбля Драгма а а теперь тоже небольшой кусок этого произведения в исполнении в концертном исполнении ансамбля лабиринтус а 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 Продолжал фрагмент баллады неизвестного автора XIV века Умельон Сэй, и, как вы слышали, каждый из голосов считает несколько иначе. Музыка тонкая, состоит из такой, знаете, кружевной, наверное, ткани и действительно очень похожа на готическую архитектуру. Вот посмотрите, здесь клуатор Глостерского собора. И вот в отличие от Вилли Аппеля, который считал, что музыка в эти годы стала служанкой нотации, автор трактатус фигурарум в конце XIV века считал, что это сама нотация идет вслед практике, поскольку очень неудобно, что то, что может быть спето, не может быть нотировано. И поэтому искались новые способы для того, чтобы как-то нотировать то, что в реальности могли спеть певцы. Сохранилось не так много произведений, собственно, в этом стиле. Та же Урсула Гюнтер нашла около 150. Если мы посмотрим вообще на музыку рубежа XIV-XV веков, мы можем говорить порядка, наверное, 500-600 произведений существует, возможно, чуть больше. Вот из них, полностью, можно сказать, принадлежащих стилю архсубтиль, это, наверное, около 150, может быть, чуть больше произведений. То есть, около третьих сохранившихся музыки этого периода. Как ни странно, несмотря на то, что был использован французский язык, основные рукописи записаны в Италии. Это вот кодекс Шентии, изначальная заставка. Это буквально первые картинки с кодекса Шентии, с музыкой Бодо-Кордиа. Моденская рукопись и кодекс Рейна. Также есть еще другие рукописи, мы о них чуть позже поговорим. Но вот основные три рукописи были записаны в начале XV века в Италии. Тем не менее, даже итальянские композиторы писали по-французски, использовали вот те же самые твердые формы, о которых мы уже говорили в трансляциях. Рандо, Гериле и Баллада. Вот в этих трех формах, плюс также есть матеты, и записаны в основном произведения архсубтиля. Как я уже сказал, это в основном и французские композиторы могли быть. Итальянские композиторы, которые использовали французский язык. Одним из таких композиторов был Филипп Окт Козерцкий. Мы вообще во всех композиторах архсубтиля, к сожалению, знаем очень мало об их жизни. Например, судя по текстам Филиппа Окт Козерцкого, он, вероятно, был при папском дворе в Виньоне, и, возможно, был связан, по крайней мере, одно из его произведений. Упоминает миланский двор Берн обо Висконте, не Джангале Ац Висконте, о котором мы говорили, а его дядю Берн обо Висконте. И также сохранилось несколько теоретических работ Филипп Окт Козерцкого. Само имя довольно смешно звучит по-русски. Филипп Окт – это такой вот уменьшительный вариант имени Филипп. Но, как вы уже знаете, с Леонином, Пиротином и прочими сама уменьшительность не значит, что он как бы преуменьшен. Тогда это скорее такое, я не знаю, уважительное отношение, что вот это тот самый Филипп необычный, а наш Филиппушка из Козерты. И вот у Филиппа Окт Козерцкого есть теоретические музыкальные работы. Они цитировались неоднократно. Более того, композитор следующего поколения Анчикония из музыки и текста трех баллад составил вообще свое собственное произведение, довольно известное. А сейчас я предлагаю послушать произведение, тоже балладу Филиппа Окт Козерцкого, итальянского композитора, который работал в Авеньоне и писал по-французски, Варс Субтиллер, в исполнении ансамбля Лабиринту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал фрагмент баллады Филиппа Окт Козерцкого де Мадалур в исполнении ансамбля Лабиринтус. И давайте сейчас перейдем уже от итальянских к французским композиторам. Есть довольно интересная группа, которая называлась Fumers. И произведение, существует несколько вот таких произведений, связанных с этой группой. Какое-то время считалось, что это все связано с курением. И вообще сейчас слово Fumers и, соответственно, Fumers Fume Parfume – это первая строчка произведения, знамитого произведения Салажа, тоже относящегося к стилю Art Subtilier. Сейчас бы это перевели как «курильщик». И тогда первую фразу вот этого произведения можно было перевести, что «дымит курильщик и сквозь дым, обдумывает дымный». Причем любое из дымных слов, вот Fum, можно было бы заменить словом «курить». Но дело в том, что когда сочинялось это произведение, табак не было известно в Европе. Более того, как бы другие вещи, такие как «Опи и Гашиш», тоже не были распространены в Европе. И самое интересное, что само слово Fum, оно никак не связано тогда было с курением, но только вообще с дымом. Интересно, что вот это вот Рандо, Салажа, о Рандо, как вы помните, мы говорили отдельно, как о жанре. И вот Рандо было связано, как раз, с обществом Fumers, о котором писал еще и стаж Дишан. Это общество было связано с самыми высокими кругами тогдашней Франции, возможно, с герцогом Людовиком Орлеанским. И чтобы быть Fum, по словам Дишана, надо быть как бы легко возбудимым, меланхоличным, неопределенным, вспыльчивым, словоохотливым, или вот, видимо, связанным с употреблением спиртных напитков. И вот почему. Во-первых, сам Дишан называл дым одним пятым элементом, наряду с воздухом, водой, землей, огнем. И вот эти все значения, нельзя сказать, чтобы он Дишан их придумал. Они существовали в старо-французском языке, потому что от латинского корня произошли вот множество французских слов. Не только как бы дым и парфюм. Пар-фюм. Но и фуме, в смысле гневаться, дымиться как будто от гнева. Фуме со значениями от гневного и буйного до буйного пьяницы. Например, это было бы тоже фуме. До фумезман – это печально, горестно, фумезитея, туманность, неясность. И вот музыка фумез должна была обладать вот этими дымными качествами. От неясности, печальности, туманности. Вот и все вместе. Сохранилось несколько произведений, вероятно, связанных с фуме. И самый известный из них – это Рандо Салажа о фуме фюм. Давайте прослушаем небольшой его фрагмент в исполнении ансамбля «Алла Франческо». «Алла Франческо» Изучал небольшой фрагмент Рандо Салажа, Фуме Фюм, вот этих вот Фуме, этого сообщества. И Салаж один из самых известных композиторов Арт Субтиллера. К сожалению, мы минимально можем что-то сказать о жизни, помимо, собственно, имени и примерно времени, когда все это сочинялось. Примерно та же самая история с еще одним композитором. Он известен как Жакиман, Жакоб и так далее, Синлеш. Поэтому вот у меня, вы видите, только имя Синлеш. Собственно, наверное, это вот один из самых выдающихся композиторов Арт Субтиллер. Мы знаем, что он находился, вероятно, при дворе королевы Кастиль Леона и Леонора Арагонской. Собственно, баллада в Йон-де-Си, это плач на смерть Леоноры. Также он был при дворе кардинала Пьера де Луна. Это тоже он был в Арагоне и будущий антипапой стал Бенедиктом XIII. И у нас есть наварские бухгалтерские книги, которые упоминают Жакиман де Синлеш, Жуглар де Арп. То есть исполнитель на арке Жакиман Синлеш. И эта запись сделана 21 августа 1383 года. То есть буквально мы в течение двух лет знаем, что вот этот вот композитор, музыкант находился в Арагоне, Наваре. То есть вот на северо-востоке Испании. Сохранились его произведения в кодексе Шинти. И вот то, что вы сейчас видите, это в Чиканской библиотеке совершенно небольшой фрагмент. И в нем сохранилось произведение Ле Харп де Мелоди. Давайте прослушаем небольшой фрагмент этого совершенно чудесного произведения. Ле Харп де Мелоди. Прозвучал фрагмент Прозвучал фрагмент Прозвучал фрагмент И мы давайте сейчас от французских, итальянских и арагонских авторов арс-субтилера и итальянских рукописей переместимся представляете, на Кипр. Тогда, еще вплоть до 15 века, Кипром правили лузиньяны. То есть, это еще последнее существовавшее крестоноское государство. Вот вы, собственно, видите превращенный в мечеть собор в Фомагусте. И сохранилась чудесная туринская рукопись. То есть, она находится в турнине и записана... Вот сейчас музыкоеды спорят, где именно она была записана, но она сохраняет уникальные произведения и музыкальную практику Кипра. И вот Кипрского двора лузиньянов в конце 14-го, в самом начале 15-го веков многие из произведений из этой рукописи как раз написаны в жанре арс-субтилер. Не все, но многие. И тоже на французском языке. Лузиньяны считали себя частью французской культуры. И я сейчас предлагаю послушать одно из произведений «Балладу «Лабелия для Жанки Розы» в исполнении ансамбля «Лабиринтус». Она именно из Кипра. «Балладу «Лабиринтус»» Возвучал фрагмент «Баллада «Лабелия для Жанки Розы» из как раз кипрской практики при дворе лузиньянов. Это одни из самых последних произведений в арс-субтилер, стиле арс-субтилер, которые были записаны. Это также начало 15 века, рукопись. Интересно, что инструментального арс-субтилер до нас не дошло. То есть, прежде всего, это музыка вокальная, возможно, вокально-инструментальная. И мне всегда было интересно, а можно ли сделать инструментальный арс-субтилер. И вы слышали, как музыканты, ансамбли, они прилагают решение, чтобы как, возможно, звучала бы музыка эта инструментальна. Дошедшие до нас музыкальные произведения средневековые, а не инструментальные произведения, как вы помните по рассказу об инструментальной музыке, они одноголосны. И, собственно, было интересно, мог ли звучать арс-субтилер инструментально. И для одного из фестивалей музыка Мензурата я аранжировал одно из произведений как раз конца 14 века, находящегося в Минус-Кредзюруа, полифонических стилей арс-субтилер. И мы вместе с Марком Ливоном его исполнили. И давайте послушаем сейчас это исполнение возможного гипотетического инструментального арс-субтилер. Спасибо. Минус-Кредзюру 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 Субтитры создавал DimaTorzok Прозвучал Данс XIV века, аранжированный в стиле арсубтиллер в исполнении ансамбля Лабиринтус Интересное было ощущение, когда мы репетировали с Марком Ливоном это произведение В какой-то момент иногда уходило вообще музыкальное время Вообще время оно как бы очень легко делится и ощущается, особенно в музыке Одна из целей нотации четко поделить музыкальное время То есть вот как сейчас делится на два, то есть там есть такт, не знаю, четыре четверти Делится и общее движение равномерное четвертями Даже если какие-то есть синкопы, они не нарушают вот это общее движение А даже здесь один из голосов считал одними длительностями, другой другими И в какой-то момент возникало как будто бы вот квант времени потерялся На какой-то момент стало ощущаться как будто времени больше нет То есть оно перестало быть измеримым, оно стало каком-то безразмерным И в музыке Art Subtilior именно из-за вот такого большого количества ритмического деления На какой-то момент бывают вот прям целые куски Как будто вот снова времени не стало Как будто времени вот, время остановилось Композитор современный Александр Монацков как-то назвал смысл музыки Как раз способом не остановить время, а как бы вот приостановить, изменить время Как будто бы время, оно ведет к смерти, а это способ остановить, приостановить смерть И если это действительно одна из главных задач музыки То композиторам Art Subtilior, по-моему, удалось найти одно из самых ярких решений для этой проблемы Большое спасибо вам за внимание Я сейчас посмотрю на вопросы Задавайте, пожалуйста, вопросы Будут ли полные версии записи данной ютюбе Я выложу название произведений, по возможности ссылки на видео То же самое будет ВКонтакте Так, вопросов я вроде бы больше не вижу Еще раз большое спасибо вам за внимание Это именно этим вот стримом сейчас заканчивается разговор о 14 веке У нас остается в большом цикле разговор о том, что же произошло в начале 15 века В первой половине 15 века И завершится вот такой большой цикл музыкальной истории средневековой Европы Но потом будут к нему приложения различные Так что оставайтесь с нами Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Ютюбе, Телеграм-канал Есть и сообщества на Фейсбуке И еще раз большое спасибо за внимание До свидания